Доброго дня! Только что закончился апелляционный суд по делу Александра Федорченко Бреста, который шел у нас порядка двух часов. Суд принял решение в стиле ни вашем, ни нашим. С одной стороны, требования Авакова незаконные, которые являются давлением на суд Александра Федорченко Бреста посадить за граты он не выполнил, потому что не было там даже близко условий для этого. И второе, скасовали все-таки поруки народных депутатов Украины и определили Александру Федорченко домашний арест. Для тех, кто не знает, история начиналась несколько дней назад на суде у Труханова, которого заезжало на БУ за охищение, и который привез с собой массу Тетушни, набив ее и зал суда, и коридоры зала суда, на Тетушню полиция абсолютно внимания не обращала. Было несколько попыток гражданских активистов пройти в суд, но кого-то пускали, кого-то не пускали, а некоторые просто фактически Тетушки спускались с лестницы. Полиция никак не реагировала. После этого приехали туда, насколько я понимаю, национальные дружины, а потом потянулись хлопцы с нам этого местечка, ветераны Донбасса, Айдара, Збройных сил, волонтеры, для того, чтобы сказать, что мы против давления на суд, но против того, чтобы депутаты, министры, мэры, прокуроры, судей, богатые даже там люди просто, все пребывали по таким обвинениям на свободе, учили нас жить по телевизору и показывали, что не бывает в стране нашего покарания для влиятельных людей. А добровольцы, зачайные грамотяне, они по даже самым недоказанным винениям пребывали бы сразу с заградами. Ну и в результате там прошло несколько провокаций, в ходе которых начали избивать Александра Федоровича Кабриеста, ряд сотрудников полиции, ногами в том числе, и он достал, в момент, когда уже терял свидомость, достал наградной пистолет и выстрелил в бордюр, в землю. Значит, ему разжимали руки, он уже лежал на земле, выстрелил еще раз, как ему кажется, и флитоны. Александр Федорович считает, что это было пределом необходимой самообороны. Значит, тогда же было избито порядка 33 еще человек под Верховной Радой, и всех этих людей вечером отпустили безжетные пидозры. То есть, нападая на Александра Федорченко, нападая на остальных ветеранов, показывали полиция, что, в принципе, они вот так вот воспринимают свои функции, избивают всех тех, кто защищает правосудие. Причем никто не вался прорываться в суд, никто не говорил о том, что там хочет какие-то вчиняты Дии, а незаконно они хотели, чтобы воры сидели по тюрьмам, чтобы не было тетушек у нас в Киеве, особенно в годовщину злочинов Майдана это было особенно кричаще. Что было после этого? После этого выпускает Шевченковский суд Александра Федорченко Бреста на поруке народным депутатам, мне, Егору Соболеву, Павлу Костенко и Владимиру Поросюку. И беспрецедентное решение министр внутренних дел Аваков выходит с заявлением вчера в понедельник о том, что это недопустимо, судью надо наказать, не может при таких обвинениях человек ходить на свободе, ну, угрожает снять нас с гвардией полиции с охраны судов. Ну и вчера сообщила ВСЮ Украины позавчера о том, что от Шевченковского районного суду снята охрана. Наши хлопцы тут же организовались, сейчас здесь у нас функционирует при рухе вызывания силы обороны Украины, и взяли под охранную территорию Шевченковского суду, охраняли в вечер, ночь, до утра, пока наконец не приехала нацгвардия. Им уже под охрану они все это передали. Сегодня был апелляционный суд, прокурор требовал содержания под стражей, но вот такое решение, ни вашим, ни нашим, домашний арест приняли судьи. Александр Федорченко Брест, это добровольец Батонин Донбасс, который в 2014 году пошел защищать Украину. И, кстати, хочу всем людям, которые говорили, мы на работе, мы не можем его поддержать, сообщить, что Александр Федорченко в 2014 году, как и добровольцы 2015-2016 года, тоже, когда пошли защищать Украину, в том числе тех, кто сейчас работает, тоже были у них свои дела, они оставили свои семьи, свои дела, и я думаю, что мы можем, шинуватый, хотя бы, ну, кто как может, сделать репост, публикации, сходить на суд. Кстати, богато было сегодня людей. Брест вдячный за то, что его пришли предтриматы столько людей. Как всегда, понапихали большое количество берберкутовцев туда, то есть зал был занят изначально людьми в форме, ну, с таким стандартным обличием. Что еще хочется сказать? То, что Брест выходил из-под Иловайска, будучи бойцом под Донбасс, прорывался, не сдался в плен, вместе с Позаным-Усачи, еще одним побратимом, подбил несколько единиц российской бронетехники, получил звание Народный Герой Украины, награду и наградную сброю от Авакова. То есть получается, что этот пистолет, который он носил с собой, был абсолютно нормально зарегистрирован. И это было с его точки зрения самозащита. Какой интересный факт выявился? Оказывается, первое, степень ранения фальсифицирована, потому что в справке, которые показали, не степень ранения, а квалификация ранения в обвинении, показали справку о том, что легко по касательной прошла пуля по бедру, предъявляют обвинение по статье 4, то есть наиболее тяжкой. Второе, ну и эти попытки посадить бывшего уже сотрудника правоохранительных органов, он как доброволец был в составе МВД тогда, кто-то в ЗСУ, кто-то в МВД, это просто, мне кажется, подло уже даже. Второе, выявились личности людей, которые работали против Бреста, избивали ветеранов. Первая личность человека, который пострадал, которому случайно, отскочив от земли, прошла пуля по бедру. Этот человек был в роте Беркута, который 20 февраля, ровно 4 года назад, на Майдане, здесь и блокировал автомайдан, и избивал людей, и по нему волонтер Синицын провел небольшое расследование, выяснил, что, по его мнению, он прошел без аттестации, поэтому все разговоры о том, что Беркута расформированы, они доблестно, тех, кто не втик в Россию, или в ДНР, так называемый, попал и в новые органы полиции. Второе, это человек, который избивал Бреста ногами, когда он лежал на земле, тоже сотрудник этого же подразделения. Сейчас все они находятся в полке полиции особого призначения. Зашли мы на старинку этой полка полиции особого призначения, и видим фотографию, за октябрь прошлого года, я ее перепостил, вот так вот держат плакат, флаг, нарисована надпись Беркут, подписи Беркут это круто, и я прихожу уже к выясновку, с чего вообще все это начинается. Когда сотрудники полиции, бывшие Беркута, ненавидуют многих майдановцев, считают, что Беркут это круто, а себя считают крутыми, они забывают о том, что существует закон, существуют допустимые меры применения насилия, и существует понятие, что полиция оказывает сервисные услуги гражданам. Это не бригада костоломов по защите существующего режима. Поэтому, когда вместо закона и справедливости, которое порождает выполнение закона, показывают, кто круче, тогда начинает работать оружие. Александр Федорченко, Брест, народный герой Украины, не считает, что он менее крут, чем Беркутовец, поэтому защищал свою жизнь, однако не питает к работникам полиции каких-либо негативных мыслей, он поважает работу, честных людей, считает, что такие вот отдельные вкрапления в полицию из Беркута бывшего, многие вкрапления полиции из новых, типа зазули, зажравшихся, которые считают народ быдлым, бомжами, проплаченными, это люди, которые подставляют обе стороны. Он готов будет ходить на суд, он не собирается никуда прятаться, и я хочу сказать, что это очень и очень небеспечно. Хочу обратиться к сотрудникам полиции, которым рассказывают сказки о том, что доброволец стрелял прямо в полицейского. Посмотрите в видео, это действительно был выстрел случайный, это была защита своей жизни. Мы считаем, что недопустимо стрелять в сотрудников полиции, но и недопустимо избивать людей. Когда сотрудник полиции превышается и полномочия, действует с закрытым обличьем, без номеров, избивая людей, он превращается в обычного злочинца. И в этот момент сотрудникам полиции прекращает быть. И наказание для него точно такое же, как для обычного человека. В общем, будем ждать суда, нашего попротива мы не оставим, но и теперь основной самый вопрос, а почему министр внутренних дел молчал, когда выпускали Труханова? Почему он молчал, когда выпускали Беркут на подписку, ну, на фактически домашний арест, на хождение с электронными браслетами и они убегали в Россию? Ведь ни один, сейчас Беркутовец фактически не сидит за убийство Невестной сотни. Когда отпускали сепаратистов, когда отпускают тех, кто сдавал Донбасс? Почему он молчал? Почему он говорил точно тогда, когда только добровольца, герои войны, пытались кинуть за граты? И это вопрос ко всем нам, кому мы передали власть в этой стране главное 4 года назад. Я думаю, что вопрос теоретический, потому что все прекрасно это разумеют. Добрые друзья, я проинформировал вас максимально плотно. Если будут какие-то новости, будем сообщать еще раз от Александра, от его побратимов. Большая благодарность тем, кто пришел на суд, кто сделал репост в трансляции, кто просто держит за Александра Кулаки. Вечером будем у него в гостях, все будет доброе. Слава Украине! Нажимай кнопочку.